Грибок, плесень, потоп из потолка, запах канализации. Это неполный перечень бед дома номер 62 на улице Октябрьская в городе Рикино-Дулёво. Жильцы боятся заходить в подъезд, плохо спят по ночам и уже не знают, куда обращаться за помощью. Подробности в репортаже Марии Гущиной. Смотрите, видите, какие вот оттуда дырки там падают и вот какие бы лыжники валятся. Конечно, как мы вот так смотрим, идем и пробегаем в подъезд, а дети вот остановятся. Жителям впору запасаться касками. Кирпичная кладка разрушается. Страшно подумать, что произойдет, если вот такой камень упадет с высоты четвертого этажа. И это не локальная проблема. Кладка сыпется по всему периметру дома. Два года уже будем. Тогда еще выпадать не так сильно начинало. Тогда мы просто крыша, что у нас лекла крыша, что люди живут с ведрами, с тазами совсем на свете. Когда был ураган, крышу еще больше завернуло. А крыши ремонта не было. Ну сколько? Лет 30, наверное. За два года постоянных протечек кирпичная кладка разрушилась практически до основания. Открывать дверь на балкон Елена Бакина уже давно боится. Одну пришлось снять. Ее настолько перекосило, что закрыть балкон было невозможно. Кажется, что вот-вот и окнам не на чем будет уже держаться. Закрытое окно и залетают синички через эти дырки. У меня здесь замкнула уже проводка. Вызвал я электрику, он мне вот заизолировал. Там света у меня нет. А это квартира соседа. Натяжной потолок весь в проколах. Владимир Кошелев с супругой живет без электричества. В основной комнате уже месяц. Про косметический ремонт жители уже и не думают. Делать его бесполезно. Говорят, выжить бы, чтобы не обвалился потолок. Видите, что творится. Вот оно все. Вот сюда подойти нельзя. Сюда льет. Здесь тазы, здесь ведра везде. И вот туда все. Вот сюда. Хорошо, что еще не сюда льет. Все-таки я готовить могла. А сюда. Галина Голубцова первой забила тревогу. Начала писать письма. Все как положено. Заявление, фотоотчет. Ждала ответов, потом ремонта. Но, увы. Мне дали гарантийное письмо. Вот оно у меня тут лежит. В мае сделаем локальный ремонт. Ну, что вы думаете? Не сделали. В этом году мы тоже несколько раз заявление подавали. Правда, с них чистили три раза. Лакмусовая бумажка всего дома – это подъезд. Грибок и плесень атакуют и сверху из-за протечи кровли, и снизу из-за испарения канализационных вод. Жители провели не одно общее собрание собственников жилья. Составили протокол, чтобы попасть в программу фонда капитального ремонта. Но бюрократия в нашей стране непреклонна. В реестр этого года дом не попал. Так решил фонд. Они у нас стоят, можно сказать, в самой главной программе по кровле и по фасаду. Здесь есть отметка о том, что они приняли письмо. Эти документы уже отданы фонду капитального ремонта. И на следующий год, я надеюсь, потому что постарается наша администрация, и мы в том числе, чтобы на следующий год они были включены в программу. Пока же ремонтные работы на доме будут иметь текущий характер. Что же касается осыпания кладки, то, по словам Марины Гусевой, уже на следующей неделе на дом выйдет подрядчик, который будет делать стяжку. Дырки временно зацементируют. При необходимости повесят строительную сетку, чтобы исключить падение кирпичей с высоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова